всем привет дорогие друзья всем привет из нью-йорка и так нью-йорк я на самом деле не снимала очень много потому что ну как я уже говорила я давно не видел свою семью очень скучала и мы очень много общались было не совсем до съемок но кое-что я сняла если честно я думала что у меня получится на несколько видео но вот как-то получилось не очень много видео во всяком случае я все объединила все наши прогулки по манхэттену объединила в одно видео предыдущее было про украшение про музей а это вот просто про наши гулялки не знаю в общем не судите меня строго я снимала что видела мы поехали на пароме моя семья живет в бруклине и мы поехали на пароме в манхэттен я вы видели там виды манхэттена которые вы наверное уже очень много раз видели в других блогеров и по телевизору и все это снимают все это показывают вышли мы из парома в районе бруклинского моста бруклин бридж как он называется и вот я его показала с суши находимся мы сейчас в мест местах в манхэттене который называется сепорт это в общем-то морской порт это место где собственно говоря вот ну воды что называется порт но это когда-то был порт очень долго эти все строения эти здания там были склады там было разное разные промышленные здания и они очень долго стояли заброшенными и сейчас их всех не все но многие отремонтировали там много открыли ресторанов выставки разные магазины в общем очень интересное место вот например один из них это причал номер 17 там находится ресторан и там находится концертная площадка на крыше и вот мы гуляли-гуляли наш набрели на очень симпатичный ресторанчик с видом на этот самый бруклин бридж и мы сели там покушать выпить коктейльчик было очень жарко цены там безумные потому что все любое место которое имеет столики где есть красивый вид то там сразу значит цены два раза больше чем любом другом ресторане за вид ну ничего страшного иногда можно выпили мы коктейли и в общем-то немножко уже навеселе отправились гулять дальше по манхэттену мы сейчас приближаемся к зданию которое было построено на месте разрушенных башен в World Trade Center то есть башни которые рухнули 11 сентября там есть монумент там есть памятник этому печальному событию и вот этот вот вот это здание высокая со шпилем не то что я сейчас показываю показывала до этого одно здание построено на месте одна одной из башен а второе вторую башню не стали строить сделали там монумент музей и такое вот это вот башня со шпилем и значит монумент музей и такой вот видите в виде такие белые как будто бы острые такие конструкции это в общем то то что было построено на на месте второй башни это такое место в общем то тоже монумент но там уже как по американской традиции внутри много магазинов кафе ресторанов и в общем то трудно назвать это монументом памяти но тем не менее вот он имеет такую форму какой-то какой-то птицы в общем ну короче все там символами вот это граффити известные нью-йоркские вот вот это здание она очень необычно очень интересно я снимаю его с разных углов потому что она действительно заслуживает внимание именно как архитектурное строение внутрь мы не заходили в этот раз я там была прошлые разы было много раз опять повторюсь там магазины кафешки в общем-то внутри ничего интересного типа шоппинг-центр а снаружи выглядит она вот таким вот образом она немножко напоминает вот когда башни-близнецы рухнули и долго стояли такие знаете как будто вот эти острые острые какие-то конструкции остатки от них пока их разобрали пока все это расчистили так вот да вот станция метро до сих пор называется world trade center хотя вот это вот вторую новую башню которую построили она называется по-другому она называется башня мира или как-то так вот но тем не менее станция метро по-прежнему имеет название старых старые названия старых строений ну вот так выглядит эта штука она похожа на как будто птицу такую с крыльями с одной стороны с другой стороны она похожа на на какие-то такие вот знаете остатки строений башни-близнецов которые долго торчали и все помнят эти кадры и вот собственно говоря сам монумент он представляет из себя вот такую вот тоже конструкцию в общем-то это фонтан это такое прямоугольное строение где вот так вот льется вода вниз символизируя видимо собой слезы горе и вот видите так вот это находится и несколько уровней воды спускается вниз и вниз и вниз как бы уходят в землю слезы горе и по периметру всего здания написаны фамилии людей которые погибли в башнях близнецах это очень грустное место я прихожу в это место каждый раз когда прижим нью-йорк потому что ну это одно из самых трагических событий в истории человечества на мой взгляд особенно для жителей нью-йорка многих семьи пострадали в этой катастрофе и очень многих очень тяжелая память связана с этими событиями так что а я как большой любитель города нью-йорка и как человек который ездит туда очень часто человек который связывает себя с нью-йорком потому что там живет моя семья я всегда прихожу в этот монумент потому что я как бы испытываю какое-то чувство что я должна это сделать еще одно одно из самых моих любимых мест нью-йорке это место называется брукфилд плейс она тоже расположена вот рядом с водой рядом с портом с бывшим портом нью-йоркским это новое строение огромные в виде стеклянные окна внутри посажены пальмы настоящие это настоящие пальмы и но это такой немножко зимний сад можно сказать в общем-то но естественно там расположены магазины кафе и рестораны шикарные магазины где-то там мелькнул у меня сальватора феррагамов кадр попал и там вот все все самые такие дорогие и шикарные магазины нью-йорка расположены в этом здании не только в этом в нью-йорке на самом деле очень много расположено магазинов например тот же шанель и тот же эрмес и другие магазины есть несколько локейшен это не одно локейшен и в общем-то в зависимости от того где вы гуляете естественно на 5 авеню естественно вот каких-то таких знаковых местах вот но мы туда не ходили не был наш целью шопинга ходить по магазинам гуляли мы очень долго мы страшно устали вот набрели на такое место как вы видите недалеко от той же самой башни установлен такой такой подиум и такие вот шезлонги стоят скамейки можно сесть отдыхать мы конечно завалились отдохнуть потому что было очень жарко и мы очень долго гуляли устали и в принципе отдохнувши пошли дальше но на самом деле дальше я не снимала а сейчас это уже следующий день на следующий день мы отправились место которое называется little island это новое такое сооружение нью-йорке на воде построили искусственный остров и там сады и парки он небольшой он больше интересен снаружи выглядит интереснее чем он выглядит внутри а внутри это парки сады и вот такая вот амфитеатр такой где устраиваются всякие представления вот то что мы сейчас вы сейчас видите это репетиция там вечером должен был начаться концерт как бы народных танцев но не совсем но в общем то коллективов таких полусамодеятельных и они тренировались репетировали а мы сели посмотреть долго не могли потому что было очень жарко крыши там никакой не было и чтобы немножко охладиться мы отправились там совсем рядом находится такое место челси маркет на самом деле весь этот район это район челси вы наверное слышали про этот район это один из самых известных и вышенебельных районов манхэттена где живут одни из самых богатых людей в америке не побоюсь этого слова в мире потому что в нью-йорке живет очень много людей которые в общем-то ну составляют основную массу богатых людей наверное сейчас уже не так наверное сейчас уже очень много богатых людей живет еще в китае и во всяких других странах но когда-то нью-йорк считался скопищем миллионеров и все самые лучшие магазины самые лучшие дорогие ритейлы находились нью-йорке потому что считалось что вот людей много богатых и они естественно рады потратить свои деньги так вот этот в районе челси вот этот самый челси маркет это тоже был какой-то заброшенное заброшенное промышленное помещение вообще в нью-йорке очень много таких таких аттракций так скажем которые были построены не только аттракции жилых домов тоже которые были были построены на месте не построена вернее а старые восстановленные строения которые были заброшены очень много лет превращают в какие-то вот культурные такие заведения типа концертных залов типа шопинг-центров и также строить там строят жилые дома там в принципе строят эти лофты вот эти вот самые известные нью-йоркские лофты которые с высокими потолками огромными окнами с промышленными такими элементами дизайна типа там кирпичные стены открытые инсталляции открытые трубы вот эти самые лофты очень многие из них построены вот именно там в районе этого си порта потому что там были опять же повторюсь очень много заброшенных зданий и сейчас там безумно дорогие эти апартменты безумно дорогие эти лофты их строят с двух сторон их строят на манхэттенской стороне и на бруклинской потому что бруклин бридж который вам показывала он соединяет манхэттен с бруклином и вот на обеих сторонах на обеих берегах вот этой самой реки там сейчас идет бум строительства вернее не строительство а восстановление и реставрации старых строений которые которые в общем из заброшенных от каких-то таких непонятных хибар превращаются в очень элитное в очень дорогое жилье или какие-то места где можно открывать магазины и места для новые места для офисов новые места для концертных залов и так далее вот в этом самом челси маркете мы забрели в какой-то китайский магазинчик продается разная дрюль в общем всякие сувениры глупые довольно дорогие там зонтики веера в общем китайская такая одежда национальная китайская тема вообще в нью-йорке очень распространена потому что выходцев из китая очень же много в нью-йорке живет и вообще не только в нью-йорке во всей америки ну и вообще туристы любят всякие вот такие вот сувенирные знаете глупые глупости абсолютно никому не нужные которые стоят тоже как в общем-то совершенно не оправданных цен опять же туристское место там все не дюшево вот но поскольку мы туристы когда приезжаешь нью-йорк ты брошь по туристским местам то надо приготовиться расковать кошелек потому что в принципе и покушать что-то купить это в общем-то все стоит намного дороже чем в каких-то других не очень туристских районах города нью-йорка и вот бродя по выйдя уже с челси маркета мы там конечно перекусили и бродя по району челси мы с удивлением обнаружили совершенно невероятный огромный старбакс который не про который никто не знал в моей семье не моя сестра не мои не мои племянники никто про него не знал а мы случайно в него как-то набрели я увидела старбакс и увидела из окна что там продают одежду но вот видите цены это такая курточка сделанная из мешковины под мешковину с надписями как будто бы вот мешок но в котором перевозят кофе и стилизация вот одежды под тканей с которой шита одежда вот под эту вот мешковину из которой мешок в котором собственно перевозят кофе со всякими надписями стоит вот таких вот немалых денег зашли мы в этот старбакс опять же потому что есть я проходя мимо увидела витрине что там продают одежду вот эти висят эти куртки пиджаки я ужасно удивилась и в общем то мы решили зайти посмотреть что происходит вот такие вот они интересные у них какие-то рисунки сзади на спине стоят они очень дорого называется он кофе джакет кофейный жакет то есть жакет который сделан из из мешка из под кофе посмотрите на размер этого старбакса такого огромного старбакса я никогда не видел потолок невероятный весь дизайн всего всего этого кафе сделан ну такой знаете чтобы поразить посетителя потому что ну мы все знаем старбакс это кафешка в принципе небольшой в обычно размерах немного столов стоит покупаешь заказываешь кофе что-то поесть выходишь на улицу или садишься там но в общем то все они примерно стандартно одинаково выглядят а тут вот такое вот огромное помещение по моему там еще был этаж вверх этаж вниз и в общем что-то продают продает сувениры продает одежду какие-то платочки какие-то чашки старбакса какие-то всевозможные брелки вот кружки сувениры с символикой старбакса то есть это такой прямо знаете но не просто кафе а какой-то музей дом музей можно сказать кафе старбакс но на самом деле старбакс это такая американская американский символ уже можно сказать вот посмотрите это такая штука я не знаю как это называется которая перемалывает кофе вот прямо прямо огромный вот такой вот мельница такая которая которая засыпает кофе и она вот это не не это все не не бутафория это на самом деле вот такая вот вот такая мельница которая перемалывает кофе потом из этого кофе варит собственно говоря кофе из этих зерек и вот какие-то трубы какие-то конструкции я если честно не очень поняла что там к чему но насколько я поняла из разговора что это действительно настоящая не бутафорская вот здесь кстати плед продается с картой района челси в котором находится этот старбакс и звездочкой обозначен именно место где находится вот этот самый старбакс очень прикольно очень интересно мы там получили массу удовольствием выпили кофе конечно я там не снимала как вы видите все девочки на сегодня все вот такое видео показываю вот еще как бы так сказать панорамную панораму этого самого старбакса огромного совершенно невероятных размеров надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно увидимся в следующем видео я еще обязательно должна рассказать про мой перелет назад еще может быть у меня есть видео которое я снимала в нью-джерси там держат меня племяните я не уверена что буду его выкладывать в общем посмотрим все люблю целую до новых встреч надеюсь что вы получили удовольствие надеюсь что вам понравилось пока пока с вами была ваша дита